друзья всем большой привет и добро пожаловать на мой канал перед вами очень уютный летний теплый влог я сегодня буду готовиться к приходу гостей нужно обязательно помыть балкон привести его в порядок дальше я буду готовить десерт он у меня будет супер летний и освежающим также поделюсь с вами покупками декоративной косметики и и будет очень много также будет много новинок а вот покажу вам свою продуктовую корзину на неделю ну и в конце видео уже буду накрывать на стол поделюсь с вами что я готовила и чем я буду угощать своих гостей ну а для начала я готовлю ароматный бодрящий кофе потому что нужно взбодриться проснуться ну и только потом уже приступать к своим делам так что мы с вами начинаем новый влог ну а я вам желаю приятного просмотра так я уже спешу на балкон потому что на балконе у нас творится кошмар не пойми что вот дашь немножко слабинку и все летит к чертям завтра я жду своих подруг завтра они ко мне придут в 10 утра просто так собираемся на кофе и устроим девичник посидим поболтаем пообщаемся но смотрите что творится на балконе какой-то кошмар бедный мой куст просто страдает смотрите во что он превратился ужас мне потом еще надо будет приготовить очень легкий быстрый десерт на основе печенья вот ничего такого особенного готовить я не собираюсь но все же подготовиться надо хочу помыть плитку смотрите это хухом и трындец знаете из кашпо из поддона выливается вода с этими удобрениями и она окрашивает плитку и вот просто водой ее не смыть поэтому я принесу хлор содержащие средства и прям хорошо щеточкой потру потому что иначе вот эти пятна не выводятся ну и смотрите с моим буфиком что произошло вот такая дыра образовалась но и самое интересное что никто не знает вообще откуда она возникла у нас уже была такая ситуация я вот от вас относила этот кусок портнихи она ставила этот кусок тоже но сделала не ахти но хотя бы дыра была закрыта и в принципе я была довольна ну а сейчас опять вот так разорвалась не знал посмотрим наверное уже что-то я здесь буду стелить потому что вот такую ткань я конечно найти не могу в принципе все сейчас буду подметать мыть нужно также протереть всю мебель поправить подушки знаете я после себя конечно подушки поправляю на все остальные им все равно покувыркаются раскидают подушки и оставляют все также посмотрите на мою колу бедная она тоже вообще какой она была помните и вот что с ней сделала жара но я знаю что в конце лета я ее подрежу под корень и и все равно она оклемается все будет прекрасно но просто конечно смотрите на нее больно ну и вот моя зале вообще высохла намертво все распрощались мы с ней ну все остальное вроде ничего гибискус обильно цветет постоянно бутоны дает вот эти уже отцвели нужно будет их срезать ну вот бутончиков тоже предостаточно в общем цветение у нее обильно и классная ну вот шифлера очень хорошо идет здесь у меня роза здесь тоже мается страдает в углу но вроде пока еще держится ну а вот эти вот алоэ опять у меня продолжают бесить но никак мы их не уберем отсюда в общем сейчас все буду мыть я наверно комментировать ничего не буду я уже в принципе все вам рассказала просто включу какую-то задорную музыку и мне кажется тоже получится интересно что такая уборочка под музыку я сейчас катерть менять не буду хотя она уже грязная ее нужно убирать но я ее поменяю уже завтра утром непосредственно перед приходом девочек поменяю скатерть ну а это уже уберу стирку ну все давайте наводить чистоту и порядок и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, уборочка окончена Все в принципе чистенько Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но буду смотреть, но буду смотреть Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok В общем, слой за слоем повторяю Печенье, крем, бананы ДимаTorzok 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 Последним слоем у меня идет крем Ну а поверх крема я буду выкладывать измельченное печенье, я его измельчала в блендере. В качестве декора буду использовать ягоды, а именно голубику, не знаю почему, но к этому десерту для меня лично на мой вкус очень подходит голубика, а также малина. Так как малины у меня нет, использую голубику. Ну и в принципе все, десерт готов отправиться в холодильник. И на следующий день он хорошенечко у нас пропитается, будет нежным, воздушным. Очень вкусный десерт, знаете, напоминает такое нежное сливочное мороженое. В общем, от этого десерта всегда очень много восторга. Накануне вечером я покупала три огромных пучка зелени. Я нашла такой большой, свежий, крупный пучок кинзы. А также купила петрушку и укроп. Ну, это зелень, которую я всегда во всех блюдах использую. Также кинза у меня идет во все блюда, мы ее очень любим. Так что я всю зелень вместе вчера вечером перемыла. Выложила на вот этот белый пластиковый противень. Естественно, противень я застилала одноразовыми бумажными салфетками. Ну и оставила зелень на всю ночь просыхать. Ну и вот к этому времени, естественно, она уже хорошенечко просохла. И вот теперь я ее нарезаю и раскладываю по пакетам. Для меня это, девчонки, самое удобное хранение. Классно иметь в холоде уже вот такую промытую нарезанную зелень, которую просто достаешь и используешь. И не нужно каждый раз с ней заморачиваться. Ну и помимо этого еще огромный плюс в том, что такая зелень израсходуется целиком и полностью. Она не портится. В общем, такие заготовочки иметь в холоде, это классно. Ну и что, друзья, вчера ко мне приехала посылка от Натина. Именно на этом сайте я заказываю всю свою декоративную косметику. Но на этот раз я взяла, конечно, и те продукты, которыми пользуюсь каждый день. Но также заказала очень много новых продуктов, которыми я пока еще не пользовалась. Вчера все испробовала, чтобы у меня сложилось хоть какое-то мнение о них. И я могла бы вам о них рассказать. Сейчас все достану из коробки и уберу ее, чтобы мы не смотрели на эту коробку. И все по порядку вам расскажу. Ну и давайте начну я, наверное, с тональной основы от Catrice, которая называется True Skin. Как только эта тональная основа появляется в кадре, всегда возникает множество вопросов, что за тональная основа. Я пользуюсь ею очень давно, она мне нравится, потому что здесь содержится гиалуроновая кислота. А это значит, что она кожу не сушит. Не знаю, для меня это очень важный фактор. Продуктами, которыми я пользуюсь, они должны всегда увлажнять кожу, а не пересушивать. Потому что кожа будет стареть гораздо быстрее. Поэтому нам нужно ее всегда всеми способами увлажнять. Я до сих пор пользовалась 0,10 оттенком. Это самый светлый оттенок. И им я пользуюсь в осенне-зимний период. Ну а сейчас летом я немножечко подзагорела. Еще подзагорю. Поэтому я купила немножко более темный оттенок. Это оттенок 007. Вот, немножечко темнее. Наверное, на полтона, но он мне подошел просто идеально. Ну, не зря его называют трускин. Я, конечно, сейчас много нанесла. Но это, знаете, такая бархатная текстура. И после нее кожа выглядит очень здоровой, лощеной. Прям такой фарфоровой. В общем, присмотритесь. Здесь объем 30 миллилитров. Хватит надолго. И это супер бюджетная тональная основа. Едем дальше. И быстренько показываю вам консилер от Эвелайн. Уже много раз вам показывала. Я знаю, что многие из вас по моей рекомендации купили этот консилер. Тоже супер увлажняющий консилер. Присутствует здесь также гиалуроновая кислота. Это самый светлый оттенок, девочки. Чтобы вы знали. Идеально просто подходит моей коже. Наносим всегда вот такими вбивающими движениями. Распределяем и все. Кожа стала просто бархатной и супер увлажненной. Вот так он выглядит. Кто еще не пробовал, обязательно попробуйте. Это два туша. Быстренько покажу тоже праймер от Эвелайн. Этот праймер, он на ресницах вообще работает как лак для волос. Я сначала прочесываю этим белым тушем ресницы. А после него уже прокрашиваю черным тушем. И ресницы у меня остаются на своих местах. Я их прочесываю хорошенечко. Каждая ресничка по отдельности как бы вычесывается, скажем так. И остается в таком приподняемом там положении. Потому что он работает как лак. Это Эвелайн. Линейка Варьи Т. Тоже вообще супер классный продукт. Ну а вот здесь у меня тоже горячо любимая тушь от Эссенс. Тоже знаете такой продукт, которому не дали, не уделили должного внимания. Просто не очень распиаренный продукт. Но очень достойный. Супер бюджетный. Черная тушь. Очень черная. Вот с такой вот красивой щеточкой. В стиле елочки. В общем она очень такая плотно набитая щетка. Хорошо прокрашивает каждую ресничку. Я очень довольна. Ну и наконец вот один из последних продуктов, которые я беру на постоянной основе. Это вот такая помада от Эвелайн. Тоже линейка Варьи Т. Каждый раз, когда она появляется в кадре, тоже возникают множество вопросов. Но на что за помада у тебя на губах? Не только вы у меня спрашиваете, но и знакомые на улице, которые меня встречают. Потому что эта помада очень маслянистая. Она очень красиво смотрится на губах. Естественно увлажняет губы. Она мне их не пересушивает, что тоже очень важно. Ну и оттенок тоже знаете очень базовый, удачный. Мне кажется, всем этот оттенок подойдет. Так что присмотритесь. Бренд Эвелайн, линейка Варьи Т. 0, 2 оттенок. Давайте я продолжу, наверное, с помадами. Я взяла две помады, также от бренда Эвелайн. В таких бежево-коричневых оттенках. Первая помада это линейка Велвет Мат. Тоже, знаете, маслянистая помада. Такой красивый цвет. Это такой светло-бежевый оттенок. Очень-очень красивый. Номер 500. В общем, присмотритесь к этой помаде. Очень достойная. Классный тоже базовый цвет. И вот эти помады, они прям пахнут как жвачки. Обожаю этот запах. Ну и вторая помада тоже от бренда Эвелайн. Это уже линейка Акуа Платину. Вот такой оттенок 480. Это уже оттенок более темный. Темный такой. Ну не знаю, внутри еще присутствует какой-то персиковый потон. Нет, наоборот. Он светлый, девочки. Этот оттенок светлее. Вот с каким-то персиковым потоном. Тоже пахнет просто жвачкой. Так и хочется откусить. Вот такая вот красота. Я знаю, что моя мама тоже ищет какие-то вот такие бежево-коричневатые оттенки. И она придет, я ей тоже дам попробовать. Но знаете, тоже на каждых губах любой оттенок, он выглядит по-разному. Мы с мамой тоже, когда наносим помаду, вот на моих губах, это совсем другой оттенок. На маминых губах это уже совсем другой оттенок. Так что пробуйте. Все эти продукты бюджетные и очень достойные. Забыла вам сказать, что вот эти две помады, это из новинок, то что я вот беру в первый раз. Ну и все остальное сейчас тоже буду вам показывать все, что взяла впервые. Здесь у меня вот такая вот помада от Catrice. То есть липстик. Это матовый липстик. Здесь написано Proing Non Transfer Linguid Lipstick. Что значит, что эта помада не стирается. Я взяла темную помаду. Не вижу какой оттенок. Не знаю, не могу найти номер, оттенок. В общем, сфотографируйте, если что, если вам понравится этот оттенок и поищите. Вот так выглядит помада. Я сейчас ее нанесу и оставлю ее высыхать. Она должна высохнуть. Помада становится матовой и уже никуда не стирается. Я ее попробовала нанести на свои губы. Естественно, на губах она не выглядит настолько темной. Но еще плюс она высохнет и немножечко посветлеет. Да, некоторые просят вот такую темную помаду. Да, я вам не сказала, что вот эту помаду я взяла для своего кейса. Когда я делаю макияж. Естественно, у меня все продукты, которые долго держатся. Матовые помады, которые не стираются. Ну и естественно, у меня есть и вот такие вот увлажняющие помады. Потому что некоторые не хотят матовую. Потому что все-таки матовая текстура, она всегда сушит кожу. Ну, некоторые просят какую-то маслянистую помаду. Но в такой случае у меня тоже есть очень много разных оттенков. Так что все окей. Ну и давайте пойдем дальше. Я заказала себе на пробу вот такой стик. Это у нас румяна. В очень красивом персиковом оттенке. Хотя здесь написано 030 Rose. Не знаю, почему Rose. Но для меня это вот такой очень красивый персиковый оттенок. Такого рода румян я использовала впервые. Очень удобное нанесение. Растушевывается тоже легко. На щеках, на лице это все выглядит очень красиво. После того, как нанесли эти румяна на лицо, можно их продублировать уже сухими румянами. И, в общем, румяна у вас не сотрутся в течение всего дня. Вот такой очень красивый оттенок. Растушевывается легко. Запаха никакого нет. Единственный минус, который я могу сказать, это то, что количество небольшое. Здесь его совсем немного. 5,5 грамм. Вы знаете, цена очень бюджетная, соответственно, и продукта здесь немного. Дальше у меня два стика от Caprice. Это уже вот такой жидкий стик для контурирования лица. Когда мы наносим тональную основу, мы убираем весь рельеф лица. Просто все стираем, все тени убираем. Поэтому после нанесения тонального крема нам обязательно нужно выделить рельеф лица. Ну, вот при помощи этого стика очень легко это сделать. Кому-то удобно делать это сухими текстурами, кому-то удобно пользоваться жидкими. Я, честно говоря, жидкими не пользовалась. И вот пришло время попользоваться. В общем, на все косточки, которые мы хотим выделить, наносим вот этот стик. Потом берем или спонжик, или кисточку, и начинаем все растушевывать. Растушевывается легко. Ничего сложного в этом нет. После нанесения жидкого продукта мы все это можем зафиксировать сухой какой-нибудь текстурой. И все, все будет держаться прекрасно. Посмотрите, какой красивый, деликатный оттенок. Вот так, легким движением руки я все прекрасно растушевала. С другой стороны у этого стика хайлайтер. Вот тоже такой жидкий хайлайтер. Куда же его нанести? Нанесу вот сюда. Кстати, помада уже высохла, и все. Вот смотрите, никуда она у нас больше не стирается. Вот такой красивый хайлайтер. Очень-очень светлый. Это для таких очень белых девушек. И в то же время этот стик запросто можно использовать как тени. Просто вот так на веко можно нанести. Если надо, пальчиками немножечко растушевайте все. Вот такой прекрасный оттенок получается. Так, значит, этот светлый оттенок у меня в номере 0,10. А другой 0,40. Более темный оттенок. Точно такой же продукт, но уже вот такой прям шоколадный оттенок. Но опять-таки интенсивность. Все это можно контролировать. Ну и вот так все растушевывается. И получается красивый оттенок для более загорелой кожи. Ну и давайте покажу вам с другой стороны хайлайтер. Такой более уже теплый оттенок. Знаете, оттенок шампань. Очень мне нравится. Такое даже немножечко благородное золото присутствует. Очень красивый оттенок. Я надеюсь, вам все будет видно. Тоже очень бюджетный продукт. Мне понравилось. Я вчера накрасилась этими продуктами, осталась в полном восторге. Но на камеру я тоже накрашусь и все вам покажу. Дальше я взяла вот такую небольшую палетку от NYX. Честно говоря, мне нужен был вот такой вот оттенок. Красивый сиреневый оттенок. У меня был такой цвет, но я, к сожалению, разбила. Он был у меня такой один. Не в палетке, а сам по себе. Отдельный оттенок. Я увидела на сайте вот такую прекрасную палетку. Здесь очень красивые цвета. Вот такие вот шиммерные цвета, которые всегда очень ходовые. Вот такие вот базовые цвета. Бежевый, коричневый, черный. Вот такой красивый розовый. Ну, что тут остается? У меня иногда просят вот такой сиреневый цвет. Ну, и вот такой тоже очень красивый. Именно в тандеме красивую растушевку сделать. Ну, из неходовых цветов, я бы сказала, желтый. Вот такой вот малиново-бордовый. Оранжевый и лососевый цвет, мне кажется. Ну, я не знаю, все-таки на лето какой-нибудь пляжный вариант. Вот этот цвет с розовым смотрелся бы, ну, очень красиво. Пигментация вообще сумасшедшая. Здесь давайте покажу вам. Набираешь совсем немножечко продукта. Смотрите, что творится. Я, честно говоря, не ожидала. Смотрите, как переносится продукт. Давайте еще один цвет нанесу. Беру совсем немножечко, девочки, и смотрите, что творится. Я от этих теней в восторге. Тоже вообще бюджетная палетка, но при этом полный восторг. Дальше у меня идет пудра от Эвелайн. Это тоже линейка Варьете. Эту пудру я подсмотрела у своего любимого бьюти-блогера. Она советовала, обязательно рекомендовала попробовать эту пудру. Я ей доверяю. Здесь идет вот такой пуховичок в упаковке. Ну и пудра тоже сама. Очень супер мелкого помола. Очень приятная текстура. Я попробовала вчера эту пудру. И это просто космос. Вот я вам обещаю, она вам очень понравится. И в этой пудре тоже присутствует гиалуроновая кислота. Это значит, она не сушит кожу. Здесь также есть светоотражающие частички. Кожа очень красиво мерцает, деликатно. Выглядит очень здоровой. В общем, знаете, это такой нежно-нежно розовый оттенок. Прям как наша кожа. Естественно, ее не видно, но она оставляет. Знаете, как бы я обозначила, эта пудра оставляет такой эффект, как будто вот после фотошопа. От фотошопленное лицо, если можно вообще так выразиться. Тоже единственный минус, который я могу назвать, это то, что мало продукта. Здесь, по-моему, 9 грамм. Это очень мало. Но опять же, продукт супер бюджетный, поэтому его мало. От души рекомендую. Обязательно возьмите себе, попробуйте. Ну и последний продукт, который у меня остался, это вот такой праймер от NYX. Или, проще говоря, это клей. На самом деле, при помощи этого праймера мы можем нанести блеск на губы, на века, и они никуда не улетят. Они останутся, не осыпятся обычно, да, вот такие рассыпчатые, какие-то шиммерные тени, у них свойство рассыпаться. Ну и вот при помощи этого клея, скажем так, праймера, мы можем нанести блестки на губы, на глаза. Я сейчас вам все продемонстрирую. Праймер выглядит вот таким образом. Наносим этот праймер, например, на веки. Все это распределяем вот таким вот образом. Абсолютно не нужно, чтобы там он высыхал. Сразу же можем нанести рассыпчатые тени. Вот у меня вот такие рассыпчатые тени от Inglot. Вот, вот их просто так нанести не удастся. Они осыпятся под веки. Ну а при помощи этого праймера я их легко вот так наношу, и все. Они здесь останутся, пока я сама их не смою. Вот такая вот красота получается. Никуда они не осыпятся. И это классно на самом деле. Особенно, когда кто-то делает вечерний макияж, чтобы не прийти, и чтобы все лицо не светилось. Конечно, да, вот такие продукты обязательно нужны. Все, вот ты их вбиваешь прям в кожу, и все, они остаются там. Прелесть. Вот и все, девочки. Я надеюсь, мой обзор вам понравился. Так, покажу вам нашу закупочку. Мы только что вернулись из супермаркета Little. Купили всего понемножку. Здесь у нас и мясо, и фрукты, и овощи, и молочка. В общем, давайте начну сейчас с этого угла. Здесь у меня мясо. Это у нас такая мышечная часть, именно мускул, такая мускулистая часть. Именно так это и заявляется на упаковке. Очень сочное мясо. Хочу приготовить борщ. Хотите, верьте, хотите, нет. На улице у нас 37 градусов тепла. Но я хочу борща. Соскучилась. Ну и Христос вместе с нами ездил в супермаркет. Естественно, всегда он берет куриные наггетсы. Свою любимую курицу. И куриные бедрышки. Взял тоже две упаковки. Давид взял вешенки, говорит, приготовь мне эти грибочки. Я их сварю, добавлю специи и поджарю на сковороде. Это просто улетное блюдо получается. Очень вкусно. А если их запечь на мангале, то это вообще будет космос. Также взяли помидоры. Вот такие две связки. Они очень ароматные. Не знаю, какие на вкус. Но, во всяком случае, аромат от них сногсшибательный. Взяла бананы. На этот раз взяла зеленые. Чтобы они потихонечку созревали. Потому что мы не успеваем их съедать. И они у нас, как обычно, портятся. Так, здесь немножко такие хозяйственные вещички. Взяли зубные щетки. Это здесь мочалку. Не знаю, Давид себе взял или Хресту. И пакеты для мусора. Также я взяла себе вот такую формочку на замену. Мне очень понравился вот этот узор. Она небольшая. У меня форма побольше. Но, мне кажется, даже будет лучше. Кексик будет получаться выше. Ну и напыление здесь хорошее. Я знаю этот материал. Сюда вообще ничего не пристает. Даже если масло туда не наносить. То все равно все будет получаться шикарно. Тут я взяла болгарский перец. Ну, это Хресту для себя взял сладости. Он у нас такой сладкоежка. Ну, а Давид захотел вот эти орешки. Очень вкусные орешки на самом деле. Ну, дорогие. Мы за вот эту упаковку заплатили 7 евро. У меня закончился разрыхлитель. Вот такой разрыхлитель я взяла на этот раз. Хлеб лидоловский. Это вообще самый вкусный и ароматный хлеб, девчонки. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Дальше у нас колбаса и две связки вот таких очень тоненьких хрустящих огурцов. Здесь у меня пергаментная бумага. Это тоже, знаете, такая вещь в хозяйстве, которая используется просто каждый день. Две упаковки салфеток я взяла и сушеный чеснок. Сушеный чеснок с лидола вообще не сравнится ни с одним другим. Вот самый ароматный чеснок. Это взял Христо себе сухой завтрак. Я не знаю, похоже на гранолу, но не знаю, если это гранола. Хотя в составе здесь содержатся злаки и овсянка. Ну, может быть, не знаю. Ну и вот к этому завтраку он взял литр молока. Также я взяла соевый соус. Он у меня закончился. В прошлый раз делала крылышки без него. Также я взяла томатный соус с мятой. Вот первый раз беру я нечто такое. Продается песто или там разные лечо в банках. Я никогда в жизни ничего такого не брала. Всегда все готовила сама. Но стало интересно. Думала, дай-ка один раз попробую. Может понравится. Я отварю пасту. Добавлю вот этот соус. И присыплю пармезаном. Посмотрим, как получится. Кофе эспрессо у нас закончилось. Докупила. Тут вот такие печеньки тоже на основе овсянки. Сок. Конденционер у меня закончился. И сразу же взяла двойную упаковку. Потому что этот конденционер шел по акции. Такая большая бутылка за пол цены. Ну и слоеное тесто. Девчонки, которое я беру в Литтли. Это мое самое любимое тесто. И каждый раз вы спрашиваете, что за это тесто. Откуда беру. Всегда покупала в Литтли. Называется он вот так. Попробуйте. Я уверена, вам понравится. Дальше у нас вот такие купаты. Для того, чтобы грилить их на гриле. Докторская колбаса. Давид взял себе какой-то копченый голландский сыр. У меня также закончилась сахарная пудра. И я тут себе взяла голубику. Вот такая огромная упаковка. Очень большая голубика. И цена была приятная. Вот эта большая упаковка стоила 4,5 евро. Это хорошая цена для нас. А так она могла, конечно, стоить и 8 евро, например. Что у нас идет дальше? У нас котач сыр. Мне кажется, это творог. Я вообще в Лидоле творог никогда не покупала. Всегда беру его в русском супермаркете. Но мне кажется, это что-то вроде творога. Ну, открою, посмотрим. Я не уверена. Также взяла 3 упаковки. Моцареллы, фету. Куда же мы без феты? И куда же я без своего кофе? Но сейчас уже без кофеина, как обычно. Ну, и последнее, что мы взяли, это картошка. Ну, и вот такая вот закупочка получилась. Всего понемножку. Ну, что, у нас уже следующее утро. 9 часов утра. И я уже спешу засервировать стол. Как видите, я уже заменила скатерть. Постелила чистую, отваренную скатерть. И посмотрите на эти лучи солнца. Как же это красиво выглядит. Мне, честно говоря, солнышка в квартире не хватает. В общем, серверу стол на 5 персон. Потому что сегодня нас будет 5 человек. Ну, и уже бегу на кухню. Ставлю в духовой шкаф вот эти мини-роллы, мини-пиццы. И перехожу к приготовлению фруктовой тарелки. Фрукты я достала из холодильника. Они у меня очень холодные, чтобы было так посвежее. Ну, и что я использую? У меня очень сладкий нектарин. Также небольшие груши, которые тоже сладкие, сочные. Также буду использовать виноград и голубику. В общем, используйте любые фрукты, которые у вас есть дома. Все это я нарезала дольками. Я думаю, что фрукты, каким бы способом мы не нарезали, все равно получится красиво. Ну, а я нарезала их дольками. И вот чередую. Ставлю грушу и нектарин. Дальше добавлю виноград, голубику. И получится, знаете, такая красивая, красочная картина. Я еще в конце фрукты хотела припорошить сахарной пудрой, но забыла. Знаете, очень мне нравится этот вид. Сахарная пудра так красиво, мягко ложится, как нежный пышный снежок. В общем, выглядит это невероятно красиво. Так что учтите, если будете собирать себе такую фруктовую тарелку, обязательно добавьте сахарную пудру, и ваша фруктовая тарелка будет выглядеть еще краше. Сахарная пудра 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 Сахарная пудра